Путешествуйте вместе с нами! В этом выпуске программы Алматы Лайф вы узнаете. Вы можете себе представить ремесло мастера кукол? Я скажу так, это игра. Да-да, именно так. Это когда изобразительное искусство и рукоделие объединяются, и в результате получается нечто прекрасное. Как лепить куклу из полимерной клины? В наши дни кукла – это не просто игрушка. Ее используют для декорации и интерьера. И сейчас речь идет не о куклах Барби, что украшают витрины магазинов. Уже стало интересно? Следуйте за нами, чтобы не пропустить все самое интересное. Как замечательно, что в нашей жизни существует искусство. Музыка, живопись, литература, скульптура, театр. Каждый может выбрать, что близко ему по душе. На сегодняшний день имеется огромный выбор профессий. В предыдущей программе мы говорили о музыке, а сейчас хотели бы рассказать о мастерстве в создании кукол. Вы можете себе представить ремесло мастера кукол? Я скажу так, что это игра. Да-да, именно так. Это когда изобразительное искусство и рукоделие объединяются, и в результате получается нечто прекрасное. Процесс создания игрушки не всегда казалось, что это что-то сложное и необъяснимое. Ведь это целый набор качеств. Да и в целом, чтобы создать куклу, нужно придумать и воплотить ее внешность и характер. А если речь идет о заводной кукле или кукле-актере, то также нужно продумать внутреннее устройство. Как вы уже поняли, у нас возникло много вопросов, и чтобы с ними разобраться, мы поспешили в гости к одному из алматинских мастеров. С детства Анна занималась танцами. И несмотря на хореографическое прошлое, по словам героини, художественная школа стала одним из лучших подарков судьбы. Многие мастера начинают свое творчество либо в декрете, либо когда хотят удивить близких, делают подарочки. Я не исключение, и я решила к Новому году делать подарочки своим. Началось это с елочных игрушек, потом начала шить игрушки-подушки. Затем я перешла на кукол текстильных, которые с двумя глазками и в них лица нет. Потом я занималась канзашем, и это цветочки из лента классных. Делала ободочки, украшения. И окончательно влюбилась в полимерную глину затем. Главным источником вдохновения Анна считает семью. Ведь ничто так не мотивирует на свершение, как люди, которые верят в тебя. Меня вдохновляют люди, природа, погода, окружающие люди. Это все, что угодно можно вдохновлять. Я вдохновляюсь успешными мастерами, слежу за ними. Иллюстрациями художника вдохновляюсь. Идеи приходят также отовсюду, откуда возможно. Один раз даже пришла идея во сне. Оттачивая мастерство, художник-кукольник нашел себя в этом искусстве. Глядя на работы Анны, сразу и не скажешь, что она новичок. Напротив, куклы вызывают бурные эмоции, а их одежда, на удивление, особенно изысканна. По сей день я леплюсь полимерной глиной. И в какой-то момент, два года назад, я увидела куклу. Отзыв о курсе, которая сама обучалась и решила повысить свой уровень. Подчеркнем, что эти восхитительные куколки уже смогли выйти в свет. Недавно Анна приняла участие в международной выставке. А об этом я расскажу чуть позже. Рабочий процесс начинается с создания интеллект-карты. То есть, я выбираю большой лист и начинаю расписывать каждую куклу. Какая она будет, с чего будет тема, выбираю эскизы, зарисовки. Вот с этого все начинается, а потом уже только приступаю к лепке. Если взять куклу стандартных размеров, то общее время, которое вы на нее расходуете, это примерно сколько часов? Стандартная какая-то какая. Ну, возьмем, к примеру, ну, наверное, вот такую, да? Я вот делала таких кукол. У меня куклы 70 сантиметров. 70 сантиметров, да? Да. 60-70 примерно. И сколько времени у вас? Я не могу посчитать вот конкретно, потому что это трудоемкая работа. И бывает, что-то не получается, и ты переделываешь. И материал еще такой, где ты шлифуешь, срезаешь, лепишь. И у меня на три куклы ушло полгода. Что труднее всего вам дается в этой работе? Лепка рук. Как и художники, вот я вспоминаю свои годы, пока училась, мы руки рисовали. То есть ты не можешь, если сидит перед тобой молодая девушка, нарисовать ей какие-нибудь корявые ручки. То есть это надо, чтобы все соответствовало. Так и в кукле. При лепке рук у кукол осложняет то, что их две, их надо сделать одинаковыми. И они очень маленькие. Материал безумно хрупкий. У него страшно дышать на самом деле. Это сложно, это моя боль. Правда. Итак, учитывая особенности работы, можно сказать, что мастер создает удивительные образы, при этом дав им полный функционал. Кукольник предполагает художественные способности, богатое воображение, умение подмечать характерные или необычные черты в окружающих, склонность к работе руками, настойчивость и чувство юмора. Иными словами, создает игрушечную имитацию живого существа. Это может быть как человек, так и животное. Какой была ваша самая первая работа? Расскажите о ней, пожалуйста. Первая работа была по курсу. Я пошла учиться с горящими глазами, чтобы повысить свое мастерство. Но столкнулась со сложностями. Я ее лепила почти 9 месяцев. Одни губы я лепила 3 месяца. То есть я перелепливала, потому что мне не нравится. Но по итогу, когда она получилась, я сразу очень вдохновилась. Думаю, вот это да, вот это я могу. Неужели я так могу? С чего начинается волшебный процесс создания куклы? Какие этапы и сколько времени потребуется? Я предлагаю прямо сейчас узнать и все увидеть своими глазами. Художественные куклы ручной работы редко попадают в руки детей. Их удел украшать собою интерьеры, выставляться в галереях. Художнику по куклам приходится работать с тканями, деревом, полимерной глиной, фарфором, красками и еще со многими другими материалами. И каждый из них требует особых технологий, которыми приходится овладеть художнику. Для такого ремесла необходима мастерская, в которой будут рождаться персонажи. Она может быть на дому, к примеру, как у нашей героини. Интересно, что чаще всего мастеру приходится работать в ночь, ведь именно тогда появляется больше времени на творчество. Так, заручившись маленьким помощником, Анна демонстрирует этапы работ с полимерной глиной. Основные инструменты, которые использует мастер, это рабочая поверхность, стекло, либо керамическая плитка с ровной гладкой поверхностью, ножи для полимерной глины, инструменты для шлифовки и полировки изделий, наждачная бумага, формы для вырезания. В общем, можно долго перечислять весь инвентарь, но это самое необходимое. Ну что ж, подытожим. Как мы поняли, работа начинается с создания образа будущей фигурки. Продумываются ее примерные размеры и внешний вид. Создается легкий набросок куклы на бумаге. И когда образ сформирован, можно приступить непосредственно к клепке. Далее идет самый волшебный момент. Куколка облачается в невероятно красивый наряд, который, к слову, тоже создается с нуля. Сегодня мы для себя открыли еще одну занавесу тайного и необычного. Наблюдая за Анной, вспоминаются строки и стихотворения советской писательницы Ларисы Рубальской. «Фея знала свое дело, и летая в небесах днем и ночью, то и дело совершая чудеса. Фея кукол создавала, мастерила, колдовала. Все, чего она касалась, оживала, просыпалась. И в ее руках послушно обретали куклы души». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова